Горно-химический комбинат Сегодня решает важнейшие задачи ядерного топливного цикла На всемирном климатическом саммите КОП-26 в Глазго Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев Обратился к участникам форума Обществу следует отказаться от некоторых догм В частности, нужно отказаться от пещерной радиофобии И настраивать мировую мысль на консолидацию новых технологических решений На создание фактически четвертого поколения атомной энергетики на планете 1 января 2022 года Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз О том, что в условиях климатического кризиса Атомная генерация будет включена в таксономию энергетической стратегии Росатом неизбежно будет участвовать в этом напряженном конкурентном процессе И наша задача создать лучшее в мире топливо изояд В 2021 году Горно-химический комбинат решил важнейшую задачу В рамках программы госкорпорации Реперирование ремикс топлива для продвижения его на международные рынки Командой была решена сложная задача по изменению технологического процесса 27 декабря 2021 года первый энергоблок станции После ППР поднялся на мощность с шестью тепловыделяющими сборками ремикс Несмотря на выполнение ремикс программы Завод фабрикации топлива решил и ключевую задачу топливообеспечения Комплектацию девятой и десятой перегрузок Десятое летом 2022 года станет знаковой С этого момента активная зона БН-800 будет полностью состоять из МОКС Завод регенерации топлива в 2021 году В соответствии с графиком обеспечил сервис атомных станций Росэнергоатома В части обращения АЯТ Выполнено 14 рейсов В наступившем году здесь будет решаться главная задача комбината Завершение строительства и пуск ОДЦ Продолжаются плановые работы по выводу за эксплуатацией На реакторе АД идет отсыпка барьерных материалов На АД-1 выполнено бетонирование нижних отметок Кроме того, ПВЭ ЯРО выполнила работы по реабилитации отделения готовой продукции Знаменитой Тройки Здесь планируется создание нового производственного объекта По графику идет создание жидко-солевого реактора В проекте по всему спектру задействовано 10 отраслевых институтов И уже изготовлены первые 2 килограмма топливной соли Вторидные соли лития и бериллия Которые будут носителями делящихся изотопов Традиционно в графике и в полном объеме выполнен гособоронзаказ 26 февраля 2022 года горнохимическому комбинату исполняется 72 С днем рождения комбинат! Впереди много больших и нужных дел Но в 2022 году главным будет ОДЦ Успеха нам всем!